Здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала. Вас приветствует Алена Арьес. Я таролог и психолог. В первую очередь от всей души благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео. За многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои расклады. Мне очень и очень приятно. И сегодня, дорогие мои девочки, для вас также глубокий и многогранный расклад. Какие мысли о вас мучают вашего мужчину? И мы посмотрим очень глубоко и действительно многогранно, чтобы вы понимали, что мучает мужчину, чего он хочет, каких отношений он с вами хочет. Потому что зачастую проблемой в ваших отношениях и какое-то непонятное поведение мужчин связано именно с тем, что вы друг друга не понимаете. Что у вас разные взгляды на отношения, к примеру, или еще на какие-то другие вещи. И тогда и получается непонимание. Вы хотите одного, мужчина хочет другого. То, чего хотите, вы знаете и так. Хотя на личных консультациях я сталкиваюсь с тем, что не всегда вы сами знаете, чего вы хотите. Но, тем не менее, данный вопрос я рассматривать не буду. Буду рассматривать только, какие мысли у мужчины о вас и о ваших отношениях. И какие мысли его мучают. Потому что зачастую так же бывает, что думаете вы об одном и том же. И каждый боится. Вы чего-то боитесь в отношениях. Мужчина чего-то боится в отношениях. И в итоге он закрывается. Вы тоже лишний раз не хотите писать, звонить, как бы навязываться. А на самом деле хотите одного и того же. Так тоже бывает. Поэтому рассмотрим глубоко и многогранно данный вопрос. При этом, девочки, напоминаю вам, что это все-таки общий онлайн расклад. Его точно зависит только от вашей интуиции. Для записи на личную консультацию пишите мне на Viber или WhatsApp. Контакты смотрите внизу под этим видео. На заставке, по-моему, нет. Но посмотрите, есть ли на заставке Viber или WhatsApp. По-другому консультация все равно невозможна. И еще один момент. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные расклады. И обязательно оставляйте под видео свои комментарии. Мне очень важно ваше мнение. И очень интересно, как у вас проигрывается та или иная позиция. Помните о законе обмена энергиями. Если вы хотите получить от меня и от данного видео позитивную энергию для улучшения вашей жизни, ваших отношений. И для того, чтобы расклад у вас проигрался, то, естественно, подписывайтесь. Нажимайте колокольчик. Ставьте лайк. Ну и приступаем теперь конкретно к раскладу. Как всегда, я сначала выложу три карты. Будет три позиции. А все остальные карты, их еще будет много. Я доложу в ходе расклада. Итак, смотрим. Какие мысли о вас у мужчины в голове? То есть конкретно какие мысли мучают его? Какие мысли у него в подсознании? Вот те, которые его уже замучили, так скажем. Дальше. Какой он вас видит? Некоторые, возможно, даже удивятся. Какой видит вас мужчина? Вторая позиция. Какие мысли мучают его в голове? Какие мысли уже у него в подсознании о вас? И какой он вас видит? И третья позиция. Какие мысли у вашего мужчины в голове? Какие мысли у него в подсознании о вас? Ну, отложились уже, соответственно. И какой он вас видит? Вот пока по три карты. Сосредоточьтесь, девочки, на своем мужчине. Представьте его или посмотрите на фотографию. Прямо почувствуйте своего мужчину. И интуитивно выберите ту позицию, которая у вас нравится. Или которая у вас отзывается. Если вы выбираете позиции для нескольких мужчин, обязательно после каждого мужчины переключите свое внимание и мысли на какой-то отвлеченный предмет. И только после этого также сосредоточенно выбирайте позицию для следующего мужчины. Если вы еще не успели выбрать свою позицию, поставьте сейчас видео на паузу. А я приступаю. Как всегда, я отодвину немножечко те позиции, на которых мы будем делать разглаг позже. И начинаем, как всегда, с первой. Итак, первое. Для всех, кто загадал первую позицию, девочки, смотрим. Какие мысли у него в голове о вас? Какие в подсознании? И какой он вас видит? Ну, в каком-то негативном свете он вас видит, честно говоря. Ну, давайте дальше посмотрим. Еще вопросов у нас с вами много для того, чтобы понять, что же все-таки мучает вашего мужчину. Итак, чего он от вас хочет? Каких он хочет с вами отношений? Дальше. Что готов вкладывать в ваши отношения? А ничего он вкладывать не готов. Он ждет от вас. Каким он видит ваше ближайшее будущее? И каким он видит ваше отдаленное будущее? Ну, как-то вот мужчина очень сомневается в том, что у вас будущее будет. Ну, давайте посмотрим перспективы все-таки ваших отношений, да? Есть ли какие-то перспективы? Ну, да, да, в принципе, перспективы есть. И в данной колоде, смотрите, тройка пентаклей. Это такой брачный договор. Но зачастую я все-таки эту карту озвучиваю как совместное проживание. Но именно в этой колоде, в колоде, второй иллюминатов, это как брачный договор. Да, то есть это не свадьба, не праздник, но это именно законное заключение брака. Так что, в принципе, реальные перспективы есть, хотя мужчина в них и особо и не верит. Очень сомневается в себе. Не уверен в себе, естественно. Но еще и не уверен в вас. Давайте сразу, девочки, расскажу по разным форматам отношений. Начнем с того, что если вы загадали мужчину, который вам нравится, то здесь, смотрите, в голове у него действительно мыслей много, но он не определился. Он находится в какой-то неопределенности. Почему? Здесь неопределенность связана с вашим решением. То есть он ждет именно от вас какого-то шага, проявления. Здесь по данным картам проявления чувств. И не только, да. То есть я по картам здесь вижу, что и проявление чувств, и шага какого-то он ждет от вас. Кроме того, здесь еще один момент есть. Скорее всего, вы не свободны. Поэтому мужчина ждет от вас решение, скажем, выбора между двух мужчин. То есть если вы не свободны, ему бы очень хотелось по этим картам, чтобы вы были свободны. Поэтому он находится в неопределенности. Он не знает, что вы решите. Если же вы свободны, то тут задумайтесь. Потому что мужчина подозревает, что у вас кто-то есть, и что вы берите вы не его. Ну, здесь, конечно, играет роль и его собственная неуверенность в себе. Ну, и то, что не знает он, нравится он вам или не нравится. Хотите ли вы с ним отношения или не хотите. То есть он теряется в догадках. Это те мысли, которые очень сильно его мучают. То есть не знает он. Дальше. Мысли, которые отложились у него в подсознании о вас. По десятке кубков очень долго он думал, представлял, что у вас с ним, или у него с вами даже, получится прекрасная семья. Будут прекрасные отношения. И вполне возможно действительно создание семьи, рождение детей. Это те мысли, которые отложились у него в подсознании. То есть он долго об этом думал, мечтал. И это то, чего он очень сильно хочет. Дальше, девочки. Какой он вас видит? Ну, во-первых, как-то он вас действительно видит в несколько негативном свете по тройке мечей. Такая очень серьезная девушка. Ну, именно вот с каким-то негативным оттенком. Может быть, вы часто жалуетесь на жизнь, или на мужчину, или на что-то еще. И, кроме того, здесь еще и любовный треугольник есть. Тут две карты любовного треугольника. То есть, либо действительно вы не свободны, либо мужчина так считает, что у вас есть лучший претендент, какой-то еще поклонник. По крайней мере, он так считает. И ему это, конечно, не очень приятно. То есть я вижу переживания у него в отношении вас. Но, девочки, если бы мужчина был в себе уверен, то он бы не переживал из-за того, что у вас там какой-то есть другой поклонник. Может, есть, а может, нет. А здесь мужчина все-таки и в неопределенности. То есть, такой очень сомневающийся не только в вас, но и в себе. Нет уверенности. Просто мужчина, когда уверен, он может добиться женщину. Не важно, женщина свободна или не свободна. Но он добивается. Мужчина в себе полностью уверен. А здесь мужчина не уверенный в себе. И поэтому он постоянно сомневается. Чувства мы не рассматриваем здесь. Рассматриваем именно мысли, которые его сильно мучают. Вот его мучают мысли о том, что у вас кто-то еще есть. О чувствах вы можете... Предыдущее видео у меня вышло. В конце, в подсказках обязательно увидите. Предыдущее видео как раз о чувствах. Можете посмотреть видео о чувствах вашего мужчины. Дальше. Следующий вопрос. Чего он хочет от вас? И по тройке кубков от вас он хочет именно, во-первых, проявление чувственности. Во-вторых, чтобы вы сделали выбор в пользу него, если у вас кто-то есть. Но этот вопрос мы уже рассмотрели. Либо действительно вы не свободны, либо мужчина там... Просто мужчина так считает, что у вас есть другие претенденты. В любом случае, очень хочет проявление чувственности с вашей стороны. И даже, я бы сказала, предложение о встрече. Вот настолько он сомневается и не уверен в себе. Да, он хочет с вами отношений, но очень сильно сомневается в себе. Дальше. Каких он хочет с вами отношений? Ну, по тузу мечей много можно сказать. Но, во-первых, по сочетанию остальных карт я хочу сказать, что да. Он бы хотел, чтобы вы сделали выбор в его пользу в первую очередь. Хочет отношений, но отношений... Дело в том, что туз кубков... Ой, туз мечей он убирает лишнее, да. Говорит о том, что должно что-то уйти. Вот если вы не свободны, да, значит, должен уйти другой мужчина. Ну, или вы должны разъяснить ему ситуацию по поводу того, что никого у вас нет, никакого поклонника, да. То есть, именно вот так. Но также по тузу мечей, да, я бы сказала, что хочет серьезных отношений. Классическая колодия у туза мечей, вот здесь, кольцо. Да, то есть, это предложение руки и сердца. Поэтому отношений он хочет реально серьезных с вами. Но мужчина такой, что он будет... Даже если вы ему разъясните, даже если вы поженитесь, он все равно всю жизнь будет вот таким неуверенным и сомневающимся в себе. То есть, ему нужны будут постоянно какие-то доказательства ваших чувств. Дальше, девочки, смотрим, что готов вложить. По старшему аркану сила. Вот так вот в этой колоде сила выглядит. Ничего он не готов вложить. Он хочет, чтобы вы с ним нянчились. Видите, как девушка укращает, да, ласкает, гладит льва. Вот так же ваш мужчина очень хочет, чтобы вы проявляли к нему нежность, ласку, заботу, чувства. Но сам он вкладываться не готов. Но в какие-то моменты, естественно, да, так же по старшему аркану сила, что он готов вложить. Он готов принимать. Вот так бы я сказала. И вашу ласку, и вашу заботу, и вашу нежность, и ваши чувства. Он их очень, конечно, хочет. То есть, чтобы вы все это в его отношении проявляли. И тогда он будет, да, как ласковый котенок в отношении вас. Но ласковый котенок, который вот всегда насторожен. Из-за своих собственных сомнений. Из-за своей собственной неуверенности. Дальше еще один момент тут есть очень интересный. Каким он видит ваше ближайшее будущее. И по королеве Пентапли он видит, что вы такая серьезная, ухоженная, красивая, хорошо стоящая на ногах. Независимая и самодостаточная девушка. Ставит он вас, конечно, высоко. То есть, он чувствует себя значительно ниже вас. Ну, скажем, по статусу. Может быть, по возрасту младше. Поэтому он вас так возносит. Ну, здесь может быть и статус, и возраст, и материальное положение, кстати, тоже. Богатый он вас видит или обеспеченный. То есть, здесь еще по данной карте и есть некоторый меркантильный интерес. Не слишком большой, но тем не менее есть. Вот, поэтому здесь не только мужчина руководствуется собственными чувствами, но также и в вашем, скажем, положении. Хотя, в ближайшем будущем, что касается отношений, как он видит, он считает, что в ближайшем будущем он все-таки не добьется вас. Ну, именно отношений сами. То есть, не получится ничего. То есть, вот эта неопределенность, она еще продлится. Ближайшие будущие, девочки, это один-три месяца. Отдаленное будущее полгода-год. То есть, он сомневается и он думает, что между вами возможны, ну, какие-то, какое-то общение, может быть, деловые отношения, рабочие отношения. Вот он так думает. Хотя, хочет многого и ждет многого от вас. Но, тем не менее, все-таки думает о том, что в ближайшем будущем у вас будут именно какие-то деловые отношения. Деловые, рабочие, общение, возможно, но не любовные. Дальше. Каким он видит ваше отдаленное будущее? Он видит, что никаких отношений, скорее всего, с вами не сложится. То есть, вот настолько он не уверен в себе и настолько себя низко ценит, низко прям, что считает, что отношений у вас не будет в будущем. Ну, невозможные отношения между вами и он от этого, конечно же, будет страдать. То есть, он в отдаленном будущем видит свои собственные страдания из-за того, что вы шагов не сделаете и отношений у вас не будет. На самом деле, каковы перспективы, то есть, реальные перспективы, это уже не относится к вашему мужчине. Реальные перспективы ваших отношений есть. И отношения, причем серьезные, и брак, все это возможно. Зависит все только от вас, потому что здесь только ваши шаги нужны для того, чтобы были ваши отношения. Если от вас шагов не будет, именно шаги, то есть, не только проявление чувственности, но и шаги. Если от вас не будет никаких шагов, то мужчина так и будет страдать, мечтать о вас. И ничего предпринимать не будет из-за своих собственных сомнений и неуверенности в себе. Очень подробно рассказала. Дальше, девочки, уже по другим форматам отношений так подробно рассказывать не буду. Дальше смотрим. Следующий формат отношений. Да, те, у кого роман на расстоянии с мужчиной с другого города, другой страны, здесь я не буду для вас ничего рассказывать. Отнесите себя к какому-либо формату отношений. Поэтому следующий формат отношений, это для тех, у кого 40, конфликт, расставание, разрыв или развод. Девочки, уже не буду, естественно, не буду повторять все то, что рассказала. Теперь уже более кратко. Мужчина вне определенности. Да, он очень хочет примирения с вами. Страдает, думает, что у вас кто-то появился. От вас он хочет шага, приглашения навстречу, проявления чувственностей. Чего он хочет от отношений? Чтобы вы прояснили ситуацию, есть ли у вас кто-то или нет. Хотите вы примирения или нет. То есть конкретно хочет сейчас прояснение ситуации и примирения. Он однозначно хочет примирения, восстановления и возобновления отношений. Что готов вкладывать? Ничего. Ничего он вкладывать не готов. Он готов только принимать. Но при всем при этом мужчина, естественно, сомневающийся, неуверенный в себе. Поэтому он, как видит отношения в ближайшем будущем, что вы такая красивая, самодостаточная, независимая. Что между вами, возможно, в ближайшем будущем только какое-то общение. То есть он не надеется на примирение. Внутри он надеется, даже не надеется, мечтает. Он мечтает о примирении с вами, переживает, страдает, но не надеется на примирение. В отдаленном будущем он видит, что все, ваши отношения закончились и продолжения отношений не будет. С его стороны действий не будет никаких. Он будет тихо страдать и мечтать о вас, но ничего не предпримет. Поэтому я выложила еще одну карту реальной перспективы ваших отношений. Вполне возможно между вами примирение, восстановление, возобновление отношений. И для тех, кто еще не в браке, переход на более серьезный уровень отношений и даже заключение брака. Но все зависит от вас. То есть вы можете пригласить его навстречу, как он хочет, проявить чувства, прояснить ему ситуацию и сказать, что, ну, раз так, мы можем с тобой оформить законный брак. И строить уже брачные отношения. То есть все в ваших руках, по большому счету. Но от него действий не будет. Он как домашний котенок, которого нужно приласкать, погладить, приручить. Но на какие-то действия не только в ваших отношениях, но и в жизни, скорее всего, он не способен. То есть в любом случае все зависит здесь от вас. Дальше, девочки, для тех, кто в паре, тоже мужчина очень сомневается, подозревает, что у вас даже, может быть, кто-то появился, какой-то поклонник. Или, скажем, если вы в паре, вполне возможно, что вы действительно не свободны, а загадали мужчину, с которым вы, скажем, в любовных отношениях. В любом случае, он бы хотел с вами семью, есть меркантильный интерес в отношении вас, переживает, переживает очень сильно, находится. То есть самые сильные мысли, которые его мучают, это состояние неопределенности. То есть он не знает, как дальше будут складываться ваши отношения, боится разрыва, естественно, боится, что не будет продолжения ваших любовных отношений, если вы в паре с таким мужчиной. Так очень пессимистично, очень негативно он видит ваше будущее, переживает, переживает из-за того, что у вас действительно кто-то появился, и, возможно, вы выберете другого, более достойного мужчину. Так думает мужчина, которого вы загадали по первой позиции. Хочет от отношения чего? Прояснение, прояснение ситуации. Потому что он теряется в догадках, нервничает, переживает, втайне мечтает о вас, о создании семьи с вами. Но делать ничего не готов. Готов только принимать. Поэтому для тех, кто в паре, вполне возможно, что вы ждете просто от него действий каких-то, ждете, возможно, предложения руки и сердца, или ждете, что он переведет ваши отношения на какой-то более серьезный уровень. Не дождетесь вы от него ничего. Он готов только принимать. То есть, вот буквально взять за поводу, куда вы его поведете, туда он за вами и пойдет. По поводу чувств я здесь не говорю. Посмотрите то видео, которое вышло до этого. Там вы можете подробненько рассмотреть о чувствах. Дальше. Очень, конечно, он у вас заинтересован, но он даже не надеется на отношения, на продолжение отношений с вами. Думает, что вы такая вот гордая, независимая, красивая, что вы его вообще не любите. Вот настолько сомневается мужчина, с которым вы в паре. И в будущем он думает, что будет разрыв отношений, потому что вы выберете просто другого мужчину. Но если вы не свободны, то он связывает именно с тем, что вы не свободны, поэтому закончатся ваши отношения. Боится, боится, конечно, вас потерять. Но здесь, девочки, не забывайте, да, небольшой, но все-таки меркантильный интерес есть. Но потому что мужчина, по большому счету, к жизни, к самостоятельной жизни не очень-то приспособлен. Поэтому ему бы хотелось с вами и семью, и брак. Потому что именно с вами, вот он мечтает, да, мечтает о том, что именно с вами, ну как сказать, в вас он видит потенциал. И что рядом с вами, и он как бы поднимется, да, то есть он будет совершенно другим. Потому что вы такая и обеспеченная, и хорошо стоящая на ногах, и самодостаточная. То, чего, вот, то есть у вас есть то, чего нет у него. И то, что вы можете реально ему дать. Вот. Ну, перспективы, опять-таки, реальные перспективы есть. Но действия только с вашей стороны. То есть куда вы поведете, туда он и пойдет. Ну, и для тех, кто в браке, собственно, все то же самое. Единственное, что тот момент, что вы в браке, да, но тем не менее он подозревает, что у вас есть любовник. Хотел бы, конечно, прояснение отношений с вами, улучшение. Хотел бы, чтобы, естественно, в вашем браке не было никого третьего. Очень хочу, чтобы вы проявляли к нему чувства, заботу, нежность и ласку. Но не надеется. Считает, что вы и дальше будете такая же серьезная, независимая. Видимо, мало все-таки вы нежности и ласки выделяете своему мужу. Может быть, конечно, что уже на данный момент, зависит от того, сколько вы в браке, просто уже охлаждение чувств, возможно, с вашей стороны произошло. И, возможно, вы ждете от него каких-то поступков. Но мужчина такой по характеру, не будет от него никаких поступков. Он может, как ласковый котенок, тереться в ваши ноги. Да, я, конечно, утрирую, но именно такую ситуацию я и вижу. Никаких серьезных действий и поступков вы все равно от него не дождетесь. Он на них просто не способен. В отдаленном будущем он, конечно, очень боится разрыва отношений с вами, очень боится вас потерять. Уже заранее думает о том, что он будет очень сильно страдать. Но в перспективе есть все возможности у вас лично наладить с вашим мужем отношения. Проявите к нему действительно ласку, нежность, заботу, какое-то понимание. Делайте, если он делает что-то хорошее, делайте комплименты, поддерживайте мужчину. И он станет хотя бы немножечко увереннее в себе, но любые шаги он будет делать только с вашей подачей. Вот скажете ему, сделайте этот шаг, он сделает. Не скажете, он не сделает. Скажет, ну ты же не сказала. Вот. То есть вот именно так. Ну, несмотря на то, что на чувства я здесь не рассматриваю, но я хочу сказать, что мужчина вас любит. Учитывая такие сильные переживания. Мужчина, конечно, вас очень сильно любит. И один момент, что любит, а другой момент, он просто не представляет жизни без вас. То есть он боится, ну как маленький ребенок, боится остаться один. Ну и теперь итог мне хочется подвести, девочки. Какие же мысли мучают вашего мужчину? Ну, во-первых, ситуация неопределенности. Во-вторых, что у вас кто-то есть. Это те мысли, которые сильно его мучают. И страх вообще вас потерять. Страх разрыва отношений. Страх, что вы его бросите, уйдете. Это те мысли, которые его очень сильно мучают. Мечтает он о прекрасной семье, о прекрасных взаимоотношениях с вами, о любви и счастье. Мечтает о том, чтобы вы проявляли к нему нежность, ласку и заботу. Вот такой мужчина. По крайней мере, я думаю, что теперь вы лучше будете понимать какие-то поступки и поведение вашего мужчины, зная, что у него в голове и какие мысли реально его мучают. Ну и переходим теперь к следующей позиции. Теперь будем рассматривать вторую позицию. Итак, девочки, смотрим по второй позиции. Какие мысли о вас, у мужчины, в голове? Какие мысли о вас в подсознании? Он тоже страдалец. Немножечко другой страдалец, но всё-таки. И какой он вас видит? Тоже вы холодны к мужчине? Холодны на чувства. Почему чувства к мужчине не проявляете? А он страдает, мучается. Продолжаем, девочки. Как я сказала, расклад будет глубокий, многогранный, поэтому карт ещё будет очень много. Посмотрим дальше. Чего он хочет от вас, ваш мужчина? Каких он хочет с вами отношений? Что готов вкладывать в ваши отношения? Каким он видит ваше ближайшее будущее? Ну, даже так. В принципе, мужчина, конечно, страдает, но готов добиваться, готов вкладывать в отношения. Каким он видит ваше отдалённое будущее? И последняя карта. Реальные перспективы ваших отношений. Ну, в принципе, перспективы по старшему аркану звезда очень хорошие. Два старших аркана, мир и звезда. Самые лучшие для отношений. Ну, давайте рассмотрим. Переживает мужчина из-за чего? Из-за какого-то вынужденного расставания с вами. Это самая главная мысль, которая мучает вашего мужчину. Вынужденное расставание может быть связано с вашим отъездом, с его отъездом, с вашим конфликтом, к примеру, если у вас 40 конфликт, расставание, разрыв или развод. А также может быть связано с каким-то недопониманием или с вашей холодностью. Тоже иногда выпадает пятерка кубков, как вынужденное расставание. То есть вроде бы вы и вместе, это для тех, кто в браке, но при этом живете каждой своей жизнью. И бывает это даже и в паре. То есть если даже вы не в браке, а вы с мужчиной в отношениях, но при этом, скажем, вы все время заняты работой, несколько холодны к нему, потому что я здесь вижу скупость на чувства, это тоже может быть как вынужденное расставание. То есть мужчина именно из-за этого переживает. И это основная мысль, которая у него в голове. Дальше. Какие мысли отложились у него в подсознании? Тут у него переживания очень сильные. Все из-за того же, да, либо из-за вынужденного расставания, то есть из-за какого-то отъезда, либо из-за вашей холодности. Либо из-за ссоры, конфликта, расставания или разрыва. Дальше, девочки. Какой он вас видит? И по четверке Пентакли видит он вас достаточно холодной, такой очень серьезной и скупой на чувства. Не знаю, играли это с вашей стороны или действительно, может быть, вы просто вообще по характеру такая серьезная, очень практичная. И не проявляете чувств к мужчине. Дело в том, что он как раз-таки очень чувственный. И именно, вот часто так бывает, вот по вашей позиции, именно хочу сказать, что для нас, для всех, любовь, понимается по-разному. Для кого-то это тактильные ощущения, то есть касание, то есть именно нежность, ласки. Нежность тоже, она бывает разная. Это могут быть какие-то нежные слова в сторону мужчины, комплименты. Либо действительно это тактильные ощущения. Зависит от того, как ваш мужчина это воспринимает. Иногда некоторые люди воспринимают именно блеск в глазах. То есть, когда девушка смотрит на мужчину, как на своего героя, с блестящими глазами. Когда в глазах видно чувство. Другим больше нравится именно словами. Говорят, женщины любят словами. Ну и женщины, мужчины. Зависит от того, просто какой мужчина и как воспринимают. Вот он с вашей стороны любви не видит. И скорее всего, вы действительно очень практичны. И возможно, даже вы очень много для него делаете. Но для него это не любовь. Для него любовь, то есть посмотрите, как он, или вспомните, как он, ну, если у вас были уже отношения, естественно, как он проявляет чувство любви. Говорит ли он о любви? Говорит ли он вам нежные слова? Или же смотрит на вас влюбленными глазами? Да, то есть, всегда говорю, что если не знаете, что делать, отзеркальте мужчину. Вот здесь та же самая ситуация. То есть, подумайте, как он проявляет любовь к вам. Потому что, скорее всего, вы много для него делаете, но для него это не любовь. И ему кажется, он считает, что вы не любите его совсем, что вы не проявляете к нему чувства. Здесь речь как раз-таки о разном восприятии. Ну, потому что мы все по-разному воспринимаем. Кто-то любит глазами, кто-то любит ушами, кто-то любит с помощью прикосновения, это тактильное ощущение. Кто-то любит как раз-таки какие-то действия, конкретные вложения. Для кого-то это любовь. То есть, измеряет именно, а что ты для меня сделала? Или что ты для меня сделал? То есть, по-разному. Мы все любим по-разному. А все это идет откуда? Все это идет из семьи. То есть, то, что заложили в нас. Как родители воспринимают мир, так и мы вырастаем. Мы тоже. Но не всегда. Не всегда даже мы воспринимаем мир как родители. Может даже быть у родителей визуалов. Ребенок, скажем, кинестетик, да, который воспринимает именно чувствами, да, именно чувственные ощущения. Поэтому задумайтесь над тем, как мужчина, как ваш мужчина воспринимает. Заметьте, я всегда в речи, да, вот просто на своем примере вам приведу, всегда говорю, смотрите, да, то есть, я визуал. Я именно зрительно все воспринимаю. Для меня важен именно зрительный контакт. И чувства я воспринимаю именно так. Дальше давайте, девочки, продолжим. Чего он от вас хочет? Хочет, чтобы... Как раз-таки этого и хочет, да, чтобы вы видели его чувства, чтобы вы принимали его чувства. А как он их выражает? Вот по кубкам, скорее всего, выражает он свои чувства глазами, может быть, словами и ощущениями, да, то есть, конкретно выражение, но не с практической точки зрения. То есть, возможно, он и, по большому счету, ничего не делает для вас, но у него чувства заключаются совершенно в другом. Поэтому вот очень хочется ему, чтобы вы его чувства заметили, чтобы вы их принимали, его чувства, так, как он чувствует, так, как он это понимает. Ещё, девочки, бывает так, что мужчина закрыт, да, закрыт в чувствах. Вот здесь тоже я эту ситуацию вижу. Чувства у него в душе. В душе очень сильные чувства. Но вот он никак их не проявляет. Ну, потому что у него тут страдания на поверхности. Страдания, переживания. Поэтому он никак и не проявляет. Такое тоже бывает. Но в душе есть. И он очень хочет, чтобы вы видели и знали, что у него в душе есть очень сильные, нежные чувства к вам. Дальше. Чего он хочет от отношений? Хочет, чтобы не было соперника. Хочет, чтобы не было ревности. Тем более соперника я тоже как бы вижу. Да, то есть мужчина подозревает. Но вот здесь я больше всё-таки вижу подозрения. Хотя вполне возможно, что может быть в какой-то поклоннике не один у вас есть. Но, тем не менее, именно то, что у вас есть муж, это вряд ли. То есть то, что вы не свободны. Хотя понятно, что вполне может быть, что у вас есть муж, а загадали вы по второй позиции другого мужчину. Но сказать, что в данном случае, что муж ему сильно мешает, нет. Но хотелось бы ему, конечно, как и любому мужчине, как вообще любому человеку. Говорят, мужчины-собственники. А мы, женщины, разве не собственники? Ведь тоже любой человек-собственник. То есть нам хочется, чтобы любили только нас. И точно так же и мужчина. Если вы не свободны, то, естественно, его желание, чтобы не было соперника. Если же вы свободны, то имейте в виду, что мужчина вас ревнует. Ему бы очень хотелось, чтобы вы проявляли... Почему ревнуют-то? Потому что они видят ваши чувства. Ему бы очень хотелось, чтобы вы принимали его чувства, проявляли чувства сами. Именно так, как он это воспринимает. И тогда я думаю, что проблем в ваших отношениях будет значительно меньше. дальше. Дальше. Следующая карта. Что мужчина готов вложить в отношения? Готов вложить свои чувства, свою страсть. Готов, по большому счету, много для вас делать. То есть конкретно действовать. Здесь, правда, не говорю пока о предложении руки и сердца, но этого он тоже очень хочет. То есть он готов, в принципе, сделать вам предложение, но я вам объяснила, в чем проблема и какие мысли его мучают. Дальше. Старший аркан мир, это как он видит ваше ближайшее будущее. Вот как раз он и видит. Прекрасные, чувственные, гармоничные отношения, счастливые отношения. Отношения, если вы еще не в браке, то заключение брака, создание семьи. Дальше. Каким он видит ваша отдаленная будущая борьба? Борьба в паре. Кто главней? И борьба за вас. То есть он считает, что всю жизнь ему придется добиваться ваших чувств. Ну, потому что вот у вас несколько разное восприятие мира. Он, наоборот, очень чувственный, а вы практичная. И вот это вот разное восприятие мира и приносит ему страдания. Он и страдает-то именно потому, что вот он такой чувственный. У него эмоции на поверхности. То есть у него очень много. У него и страсть, и чувство, и нежность, и страдания. То есть у него именно любовь такая эмоциональная. Дальше. Реальные перспективы ваших отношений по старшему аркану звезда. Это действительно прекрасные, гармоничные отношения. То есть все перспективы у вас есть. Просто вам немножечко нужно научиться его отзеркаливать. то есть не просто учиться проявлять эмоции, чувства в отношении вашего мужчины. Просто элементарно отзеркаливайте вашего мужчину какие-то его жесты, его мимику, его слова. Вот он делает вам комплимент, и вы сделаете ему комплимент. Может быть, не сразу, да, но отвечайте тем же. Таким образом, то есть для этого не нужно будет проходить каких-то специальных курсов, как чему-то учиться, как строить отношения с мужчиной. Вы просто отзеркаливайте вашего мужчину. Вот и все. Потому что перспективы у вас, правда, старший аркан звезда карта медленная, говорит, что это будет попозже, но перспективы у вас есть, потому что вам достаточно сложно с вашим разным расприятием мира друг под друга подстроиться. Тем более мужчина, ну зачастую так у нас такой менталитет не только в России, но и во многих странах, что подстраиваться должна женщина. Поэтому в любом случае подстраиваться придется именно вам. Если вы хотите, чтобы у вас с этим мужчиной были счастливые отношения. А здесь вот по двум старшим арканам вполне возможны именно счастливые гармоничные отношения между вами, причем на долгие годы. То есть достаточно стабильные отношения. Плюс, большой плюс я вижу в том, что мужчина готов действовать, то есть он не мягкий, еще у вас борьба в паре будет, кто главнее. То есть мужчина готов действовать, он может делать определенные шаги, чего-то добиться в жизни. То есть вот он не из тех мужчин, которого взять и вести на поводке по жизни. Нет, абсолютно. Но переживает он именно из-за такого разного восприятия. То есть он не понимает, нужен он вам или не нужен, нравится он вам или не нравится, вообще есть ли у вас какие-то чувства к нему. А ему хочется, чтобы вы его поддерживали, чтобы вы его хвалили, чтобы вы смотрели на него влюбленными глазами, чтобы вы смотрели на него как на героя, как на мужчину с большой буквы. Ну, а для некоторых, кто не свободен, чтобы вы выбрали его. И еще один момент, да, о вынужденном расставании. Если все-таки у вас предстоит поездка, и он переживает именно из-за этого, то это опять-таки связано с вашей холодностью или с вашей практичностью, с вашей серьезностью, то, что он подозревает, что либо, ну, не важно, он уезжает или вы уезжаете, он подозревает, что в момент расставания вынужденного у вас будет какой-то поклонник или любовник, да, то есть именно из-за этого. вот это те мысли, которые его очень сильно мучают. И, честно говоря, вот конкретный мужчина, которого вы загадали по второй позиции, он будет действовать, то есть он способен на действие, он будет действовать только в том случае, если уйдут вот эти переживания, потому что вот эти сильные переживания и сомнения они его немножечко парализуют. Он не знает, а стоит ли, а стоит ли ему действовать, а стоит ли ему что-то делать, а стоит ли ему проявлять свои чувства в отношении вас. Поэтому вот такое зависание ситуации вполне возможно из-за его сильных переживаний. я думаю, что если вы будете больше чувственности эмоций проявлять в отношении вашего мужчины, то и переживаний у него таких сильных будет значительно меньше, и вы увидите, что ваш мужчина действительно способен на многое. И теперь буквально немножечко по разным форматам отношений. Я в принципе когда рассказывала, уже учитывала все форматы, но немножечко еще нюансы расскажу вам по разным форматам. Итак, для тех, кто загадал мужчину, который вам нравится, он мучает его мысль, что вы не в паре, до сих пор еще не в паре. Ну и плюс может быть конечно еще какая-то поездка, отъезд его или ваш, тоже может быть, но больше всего все-таки мучает мысль, что вы до сих пор не в паре. В подсознании у него отложились очень сильные переживания в отношении вас, ну, потому что вы холодны, да, он не видит ваши чувства. Как вы их проявляете, может быть, ну, утрировано скажем, может быть, вы кормите его пирожками, к примеру, да, а для него это, ну, вот ровным счетом ничего не значит. он хочет видеть любовь в ваших глазах. Чего он хочет от вас? Хочет, чтобы вы проявляли чувственность и принимали, приняли его чувства, именно так, как он это воспринимает. Чего хочет от ваших отношений, чтобы не было соперника? Ну, тут разные варианты, потому что вы, может быть, не свободны, либо мужчина подозревает, что, может быть, у вас кто-то есть. То есть, вот эти вот две основные мысли мучают вашего мужчину. Это то, что вынуждено расставание, да, либо то, что вы не в паре, то есть, то, что еще пока не встречаетесь. И вторая мысль, что, возможно, у вас кто-то есть. Действовать он готов, готов вкладываться в отношения чувствами при этом. В ближайшем будущем он увидит прекрасное развитие отношений между вами. В отдаленном будущем он увидит, что вы такая девушка прекрасная и что и сейчас и в будущем все равно ему придется постоянно вам доказывать свои чувства, постоянно завоевывать ваши чувства, чтобы от вас хоть какое-то было проявление чувственности. Перспективы у вас замечательные. То есть, возможно, и создание семьи, и заключение брака, и просто счастливые гармоничные отношения. То есть, все возможно, перспективы прекрасные. Для тех, у кого роман на расстоянии, вот здесь есть для вас момент, это вот здесь, какие мысли мучают мужчину, какие мысли у него в голове, это ваше расстояние между вами. Поэтому вот все эти подозрения. Он, кстати, готов приехать к вам на встречу, и очень хочет этой встречи, и видит эту встречу в ближайшее время. Но он думает, что следующую встречу также придется добиваться. Но перспективы по вот этим двум арканам у вас очень хорошие, действительно, на серьезные отношения. И здесь мучает его именно расстояние между вами. Что касается переезда, он бы к вам переехал. Он готов к вам переехать. Ну, то есть я имею в виду на постоянное место жительства для создания семьи и брака. Дальше. Для тех, у кого ссора конфликт расставания, разрыв или развод. Конечно, здесь мужчину мучает как раз-таки ваш разрыв или развод. В подсознании отложились очень сильные переживания. Видит вас холодное, скупое чувство. То есть, возможно, вы вообще никак не проявляете свое желание к примирению. Он не знает, он считает, что вы не хотите примирения. А он-то очень хочет. И очень хочет, чтобы вы принимали его чувства, его шаги. Хотя бы чувства проявите в отношении мужчины, он будет действовать. Подозревает, конечно, что у вас кто-то есть. Но на действия готов. Готов к действиям, готов к примирению. видит ваше примирение в ближайшем будущем. Но считает, что ему в дальнейшем придется постоянно добиваться от вас проявления чувственности, постоянно что-то доказывать, постоянно совершать какие-то действия. Конечно, он хочет быть главным в паре. Это естественно, он же мужчина. Так отдайте ему эту роль, не стоит бороться за то, кто будет главный вашей паре. Перспективы у вас замечательные. Не только на примирении, но если вы еще не в браке, если у вас просто ссора или конфликт, то есть все перспективы на то, что ваши отношения перейдут на новый, более серьезный уровень, перспективы на создание семьи и заключение брака в будущем. Причем я хочу сказать, что и достаток у вас будет. Мужчина в принципе действительно по жизни может многого добиться. Но переживания и подозрения они, конечно, его несколько парализуют. То есть действительно это те мысли, которые его мучают. И он буквально не может даже больше ничем заниматься, когда такие мысли его одолевают. Дальше для тех, кто в паре, ну здесь скорее всего либо вынужденное расставание, либо реально охлаждение чувств с вашей стороны. Может быть вы заняты работой, не хотите встречаться, вот поэтому он переживает. В подсознании очень сильные переживания у него отложились из-за вынужденного расставания. Чувств с вашей стороны он не видит, но я в принципе вначале рассказывала эту позицию, тут уже повторять не буду, больше именно для вас, для тех, кто в паре. Так что перспективы у вас замечательные, проявляйте чувства в отношении вашего мужчины. Если мужчина вам нужен, если вы хотите с ним дальнейших отношений, то есть у вас непонимание происходит именно потому, что у вас разное восприятие мира. Причем действительно в общем и целом, по-разному вы воспринимаете. Поэтому либо отзеркаливайте его, либо просто научитесь проявлять, показывать чувства глазками, говорить комплименты, нежные слова в отношении вашего мужчины. Это то, что для него называется чувствами. Ну и для тех, кто в браке, тоже я вижу вынужденное расставание какое-то, здесь либо также поездка какая-то, либо вполне возможно, что у вас в браке произошло отчуждение, охлаждение в чувствах. Вы просто каждый живете своей жизнью, но при этом я хочу сказать, что мужчина еще надеется на улучшение отношений между вами. Мучают его мысли о сопернике, о любовнике, то есть он подозревает, что у вас есть любовник, поэтому вы так скупы на чувства в отношении него, очень сильно переживает, готов проявлять чувства и страсть вас именно в вашу сторону для того, чтобы гармонизировать ваши отношения. Но он понимает, что за ваши чувства бороться нужно будет всю жизнь. Перспективы наладить ваши отношения есть, то есть проявите чувства в его сторону и он начнет действовать в отношении вас. И вполне вероятно, что даже скажем, если у вас год-два бывает так бывает в браке вот это отчуждение или охлаждение, все равно у вас есть прекрасные перспективы на то, чтобы реанимировать в первую очередь ваши чувства и сделать ваши отношения с вашим мужем более счастливыми и гармоничными для вас обоих, конечно же. Вот такая, девочки, интересная получилась вторая позиция. Теперь небольшой итог, то есть какие мысли конкретно мучают вашего мужчину, это мысль о расставании, очень сильно его мучает и подозрения о сопернике, это все то, что его очень сильно мучает. И связано это лишь с вашей скупостью на чувство или с вашей холодностью, с вашей практичностью и серьезностью. Ну, а я перехожу к следующей третьей позиции, девочки. Так, смотрим по третьей позиции. Какие мысли о вас в голове у мужчины? О, уже никаких. уже он успокоился после чего-то, что что-то у вас было немножечко ранее. Какие мысли у него в подсознании о вас? Страсть. Ну, сейчас как-то вот он, что у вас было до этого? Ну, посмотрим еще. И какой он вас видит? чувственной, конечно же. Чувственной, нежной, ласковой. Вот какой он вас видит, красивой. Смотрим дальше, девочки. Каких он хочет с вами отношений? Сначала, чего он хочет от вас? давайте посмотрим, еще карт будет много. Чего он хочет от вас? Дальше, каких он хочет с вами отношений? что он готов вложить в ваши отношения? Каким он видит ваше ближайшее будущее? Каким он видит ваше отдаленное будущее? и реальные перспективы ваших отношений? В данном варианте, девочки, начну сразу по разным форматам отношений, потому что будет немножко по-разному читаться. Итак, начиная с тех, кто загадал мужчину, который вам нравится. Немного ранее у него были сильные чувства и страсть в отношении вас. Она отложилась у него в подсознании. Ему очень хотелось с вами страстных отношений, но сейчас он немножечко успокоился. Успокоился, ну, как бы, не могу сказать, что это холодность, но, знаете, бывают такие моменты, когда вот прям очень хочется заполучить любимого человека. Вот у него был такой момент, сейчас, конечно, его чувства никуда не ушли, никуда не делись, но, тем не менее, уже такой сильной страсти, вот этих верхних сильных эмоций сейчас, на данный момент, нет. То есть, он немножечко успокоился. Дальше, видит он вас чувственной, красивой, нежной, доброй, очаровательной. Какими, а, чего хочет от вас? Хочет все-таки от вас по семерке жезлов, чтобы вы позволили ему вас добиться. Некоторой борьбы, некоторой такого момента завоевания, некоторого даже, я бы сказала, прояснения отношений, но мягко. мягко, потому что это не мечи, это все-таки жезлы. Семерка жезлов говорит о том, что все-таки некоторая борьба есть то, чего он хочет от вас. И именно с вашей стороны, то есть, чтобы вы какие-то действия проявляли в его сторону. может быть, чтобы вы захотели с ним прояснить отношения. Ну, то есть, какая-то борьба, она ему нужна. Чего он хочет от отношений? На самом деле, по семерке кубков, он хочет очень много от ваших отношений, но я бы сказала, что держит он это в тайне. Чего он хочет от отношений? Я дальше просто вижу, что хотел бы он с вами и семью, и брак, и серьезных отношений, много чего, но держит это в тайне. Опять-таки, у мужчины есть некоторая неуверенность, но больше я бы сказала в себе. То есть, он не уверен в своей победе. Вот так. Наверное, будет правильнее. но уверенность вы можете придать ему только вы именно какими-то действиями в его сторону. Что он готов вкладывать в отношения? Готов вкладывать и страсть, и чувства, и шаги делать, но понимаете, здесь мужчина, который и сам может делать определенные шаги, но и хочет шагов от вас. То есть, опять-таки, по поводу восприятия я очень подробно рассказывала во второй позиции. Посмотрите, вторую позицию о том, что люди по-разному воспринимают мир, по-разному воспринимают чувства. И вот здесь мужчина тоже хотел, чтобы вы воспринимали так же, как и он. А для него основной это все-таки какие-то действия. То есть, вы более чувственная девушка. Скорее всего, вы проявляете чувства, может быть, играете глазками, как-то вот смотрите на него. Сейчас я рассказываю именно для формата, если мужчина вам нравится. То есть, именно как-то вот так. А для него важны действия. А действий с вашей стороны он никаких никаких не видит. И, несмотря на то, что он к действиям готов, он их не проявляет по той простой причине, что ваше смущение или, скажем, те чувства, которые проявляются на вашем лице, для него это не доказательство и не показатель. Для него важны реальные действия. Поэтому вот и основное чувство, которое у него есть, это страсть. Страсть заполучить, получить, завоевать, да, вот это для вашего мужчины. Тем не менее, каким он видит ваше ближайшее будущее, он больше видит все-таки общение между вами, может быть, деловое общение, общение по работе, какое-то совместное, может быть, общение по телефону, по интернету, общение близкое, дружеское, вполне даже, ну, серьезное, вполне серьезное общение, но дело в том, что десятка пентаклей карта нелюбовного характера. И в отдаленном будущем, что он видит, все-таки он видит начало ваших отношений, но как он видит, все-таки с его подачи, то есть он считает, что не добьется он от вас того, чего хочет, и в итоге действия нужно будет проявлять именно ему. поэтому, да, начало отношений он видит, но чуть-чуть попозже. Ближайшее будущее это 1-3 месяца, отдаленное будущее это полгода-год. Ну и реальные перспективы это то, как видит мужчина и то, какие мысли мучают его. я потом еще итог подведу. Но реальные перспективы по старшему аркану императрица я хочу сказать, что вы вполне, даже несмотря на то, что вы такая чувственная, вы вполне в состоянии все-таки сделать определенные шаги в сторону мужчины. И по императрице, вообще для отношений старший аркан императрица карта очень хорошая. Она говорит, что у вас с этим мужчиной прекрасные перспективы. Вы будете счастливы с этим мужчиной, вы будете чувствовать себя действительно императрицей, потому что он такой очень действенный, он много может для вас сделать и готов, готов сделать, он готов вкладываться в ваши отношения. Поэтому перспективы на самом деле замечательные. Но еще раз говорю, что если даже от вас действий никаких не будет, он просто здесь дело во времени. Он все равно сделает попытки, которые скорее всего увенчаются успехом, именно предложение какое-то возможно будет о встрече, или напишет, или позвонит. начало отношений я все равно вижу перспективы на развитие отношений тоже у вас очень хорошие. Вполне вероятно с этим мужчиной создание семьи и брака. причем это действительно будут отношения, в которых счастливы будете именно вы. Не знаю, будет ли счастлив мужчина, а вот вы точно. Часто слышу вопрос, мой ли это мужчина. Ну, те, кто спрашивает, имеют ввиду по судьбе. Но дело в том, что судьбу мы строим сами. И судьба ваша зависит от ваших установок, которые заложились у вас в течение жизни. От ваших мыслей соответственно и поступков вот и ваша судьба. Но вот здесь по третьей позиции ваш ли это мужчина. Учитывая, что вы будете счастливы в отношениях с ним, я хочу сказать, что да, это ваш мужчина, потому что именно с этим мужчиной у вас есть все перспективы быть счастливой. Дальше, следующий формат отношений, вот здесь расскажу для тех, у кого роман на расстоянии с мужчиной с другого города другой страны. Но вы все равно обязательно прослушайте по вашему формату отношений, потому что я сейчас буду общую ситуацию рассказывать для тех, у кого роман на расстоянии, не учитывая, только переписываетесь ли вы, или у вас у вас уже было много встреч, да, то есть я именно ваш формат отношений здесь не учитываю. Итак, начало я рассказываю не буду только конкретно нюансы для тех, у кого роман на расстоянии с мужчиной из другого города до другой страны. В подсознании у него отложилось то, что он успокоился, но видимо вы отказали ему во встрече, потому что или отказали ему встретиться с ним, или же может быть отказали, то есть я вижу, что мужчина готов переехать к вам. Но здесь может быть и мужчина к вам, и вы к мужчине, да, потому что вот как он вас видит, и он вас у себя тоже принял. Но видимо либо вы отказались с ним встретиться, ну как бы не совсем может быть отказались, может быть просто не получилась встреча, или скажем отказались к нему переехать, или пока не позволяете ему переехать к вам, а может быть вообще не хотите, чтобы он к вам переезжал, хотя он готов переехать именно к вам, вот больше я вижу переезд к вам. И поэтому у него была такая страсть очень сильная, то есть он страстно хотел этой встречи или этого переезда, и эмоции очень сильные, но сейчас он немножечко успокоился. Тем не менее, все равно к чему он хочет от отношений, он хочет вот этой борьбы, то есть он намерен добиться того, что он запланировал, чего хочет от отношений. Очень много по семерке кубков, он очень много всего хочет, но пока все это держит в тайне, но хочет очень много от ваших отношений и создания семьи в том числе. Что готов вкладывать? Готов к вам переехать, собственно. Каким он видит ваши ближайшие будущие? Вот здесь девочки я бы хотела сказать, что не просто так он вас добивается. По десятке пентаклей именно для вашего формата отношений все-таки я вижу именно меркантильный интерес. Поэтому вот здесь конечно же будьте внимательны. Небольшой, потому что больше нет карт именно содержащих пентакли, поэтому небольшой меркантильный интерес все-таки есть, по крайней мере на первом этапе. Но если он к вам собрался переезжать, то это не удивительно, потому что ему нужно будет устроиться в новом городе, тем более если другая страна, устроиться, найти работу, к примеру, или начать бизнес, вполне возможно. Но в отдаленном будущем смотрите, событий, то есть здесь для тех, у кого роман на расстоянии, даже варианты будут в отдаленном будущем, либо все-таки он устроится, то есть он к вам переедет в ближайшем будущем, это один-три месяца, вы ему поможете, он поддержите, он устроится или начнет свой бизнес, да, в вашем городе или в вашей стране. это наилучший вариант развития событий и дальше в принципе определенность в планах, более серьезные отношения, замужество и брак. Ну, ваше замужество, да, он женится на вас и сделает вас счастливой. Такое возможно. Но возможен и еще вариант, что он не сможет устроиться и ему придется вернуться обратно к себе. Но тогда он заберет вас. И тоже, то есть исход все равно один, но может быть по-разному, то есть события могут проиграться и так, и так, то есть два варианта развития событий. Дальше, для тех, кто, у кого, у кого 40, конфликт, расставание, разрыв или развод. Ну, понятно, почему у мужчины была страсть, такие сильные эмоции, он во что бы то ни стало хотел срочно вас вернуть, то есть не хотел он этого разрыва или развода, не хотел. Или, может быть, в тот момент, то есть, зависит от того, когда у вас были разводы или разрывы отношений, да, скажем, если какое-то время назад, там, несколько месяцев, год, то тогда, может быть, он хотел, но я и говорю о недавнем прошлом, буквально, вот, ближайшие недели, месяц, очень сильно он хотел вас вернуть. Сильные были эмоции, но по какой-то причине у него ничего не получилось, может быть, он ничего и не делал, может быть, просто желание такое было очень сильное, но сейчас немножечко успокоился, видит он у вас все равно очень чувственное, очень красивое, очаровательное, да, то есть, чувство у мужчины есть, и он понимает, что у вас-то чувство есть, но почему-то все равно не получается, действия он ждет от вас, да, чего он хочет от вас, действий, определенных действий, чтобы вы именно проявили инициативу для примирения, в ваших чувствах он не сомневается, но он считает, что несмотря на чувства вполне возможно, что вы и не захотите восстановить отношения, либо же он в недавнем прошлом предпринимал какие-то действия и вы, ну, скорее всего, вот эту ситуацию я здесь вижу, и вы ему отказали в примирении или восстановлении отношений, да, то есть он пытался добиться восстановления или возобновления отношений, вот, а вы или не поняли, чего он добивается, или еще какая-то причина, но, в общем-то, не получилось у него, поэтому он теперь ждет шага от вас, ну, смотрите, да, многого он хочет, то есть восстановление, возобновление отношений, улучшение отношений, многого он хочет, но после шага от вас будет потом шаг с его стороны, то есть не будет так, что вы сделаете шаг к примирению сейчас, и он прям сразу на крыльях любви к вам прилетит, скажет, все, дорогая, давай, давай мириться, нет, просто он ждет шага от вас, чтобы вы как-то проявили, чтобы вы сделали шаг к примирению, он шаг сделал к примирению, теперь шаг с вашей стороны, а потом уже будет шаг с его стороны, и тогда вы уже должны будете на это примирение пойти, ну, так, по крайней мере, мужчина планирует, потому что инициатива, как он считает, да, должна быть все равно со стороны мужчины, поэтому шага с вашей стороны ждет, но вашу инициативу не примет, потом сделает шаг сам, и тогда вы уже должны принять, как бы реабилитироваться, дело в том, что вы же изначально не захотели примирения, вот, в ближайшем будущем он видит восстановление, ну, то есть примирение, вот, и чуть позже здесь возможно переезд куда-то в другой город, в другую страну, в отдаленном будущем он увидит, либо какая-то поездка, либо начало совместного бизнеса, либо просто определенность в планах, то есть переход отношений на другой, более серьезный уровень, по крайней мере, вы все решите, определитесь в планах, вот, но я хочу сказать, что вы действительно, то есть перспективы прекрасные, действительно будете счастливы с этим мужчиной, то есть стоит, стоит пойти на его условия, то есть сейчас сделать шаг к примирению, реальный шаг, не просто сидеть и ждать, когда он сделает его, а сделайте тоже шаг к примирению, вот, какой он шаг делал к примирению, в недавнем прошлом, подумайте, потому что я вижу шаг с его стороны какой-то, сделайте такой же, то есть всегда, по-моему, мне кажется, я во всех видео это говорю, не знаете, что делать, отзеркальте мужчину, причем отзеркаливает, ну, в буквальном смысле, полностью, мимику, жесты, поступки, вот, это всегда работает, безотказно, то есть можно не проходить никаких курсов, но если хотите, чтобы мужчина вас понимал, чтобы в ваших отношениях были гармония и счастье, просто отзеркаливайте мужчину. Так что перспективы прекрасные, делайте шаг, дождитесь потом, когда он сделает следующий, это немного времени пройдет, но я думаю, в ближайшие недели, две месяцы будет ответный шаг и примирение, естественно. Дальше, для тех, кто в паре, понятно, что мужчина, которого вы загадали по третьей позиции, он такой парыстый, да, у него вспышки эмоциональные бывают, вот в недальнем прошлом у него прям страсть такая была, такие сильные чувства, а потом, естественно, идет спад, но это нормально, это не охлаждение чувств, но эмоции высокие, они не могут все время быть высокими, естественно, сильные эмоции, потом спад, спад и подъем, у нас у всех людей, так, у кого-то сильнее, вот у него сильные эмоции были, не знаю, с чем связано, но были очень сильные эмоции, именно страсть такая была сильная, но мужчина, которого вы загадали, он и подвержен вот таким сильным эмоциям, то есть он часто испытывает именно сильные эмоции, если это страсть, то сильная, если это злость, то тоже сильная, но здесь, конечно, я злости не вижу, больше вижу страсти, борьбу с его стороны, но сейчас вот он немножечко все-таки успокоился, да, в мыслях у него сейчас полное спокойствие, это не равнодушие, это он просто успокоился, успокоился, обдумывает следующий шаг, видит вас, конечно, красивой и очаровательной, чего хочет от вас, сейчас хочет от вас какого-то проявления, какого-то шага, какого-то действия, то есть, чтобы вы понимали, именно какого-то действия ждет от вас, подумайте, что было в ближайшем прошлом, почему у него такая была вспышка страсти, может быть, вот скорее всего, потусу жезлов, может быть, это была какая-то поездка, или наоборот, встреча после поездки, вполне возможно, именно вот такой страстный момент, вот сейчас он от вас ждет, вот какой-то вспышки, да, вот какой-то борьбы, какого-то именно действия, хочет он от отношений, реально очень много, перспективы тоже, как я рассказывала, замечательные у вас, готов вкладываться в отношения, готов много делать для отношений, именно действий, и как бы и вас добиваться, и естественно, он будет лидером в паре, однозначно, но тем не менее, и от вас он тоже хочет видеть хоть какие-то действия, хоть какую-то инициативу, потому что иначе ему не интересно, в ближайшем будущем, скорее всего, возможно, ну как он видит, один-три месяца, предложение руки и сердца, либо переход отношений на более серьезный уровень, но с вашей, то есть с вашей инициативы, но не предложение с вашей инициативы, а действия какого-то он от вас ждет, подумайте, чего он ждет от вас, вот, и тогда будут действия с его стороны, то есть либо переход отношений на более серьезный уровень, либо предложение руки и сердца, вот, и в отдаленном будущем полная определенность планок, здесь вполне возможно переезд совместный куда-то, поездка какая-то за границу, иногда бывает за границу города, да, но чаще всего именно за границу страны, начало совместного бизнеса, или начало совместного проживания, тоже вполне возможно, но в любом случае, перспективы действительно замечательные, с этим мужчиной вы действительно будете чувствовать себя счастливой, и старшая аркан-императрица, это же еще и карта жены, поэтому здесь прекрасные перспективы у вас с этим мужчиной, стоит действительно поддаться и начать играть по его правилам. Дальше, для тех, кто в браке, больше всего, то есть все то же самое, но больше всего, я здесь вижу, переезд, может быть, вы переезжать не хотите, да, вот, какого решения он от вас ждет, переезжать, возможно, вы не хотите в другой город, или другую страну, вполне возможно, либо что тут, а, на другой, переезд на другое место жительства, вполне возможно, да, покупка недвижимости, в ближайшем будущем, вполне возможно, и переезд на новое место жительства, тоже вполне возможно, здесь также еще, начало совместного бизнеса, Может быть, вы этим не хотите заниматься, что он ждет от вас какого-то действия, какого-то решения, и тогда будет действовать он. То есть подумайте, чего же он от вас ждет. В принципе, у мужчины есть и страсть, и чувства, но от вас он тоже хочет видеть какие-то действия и какую-то инициативу. И тогда действительно ваши отношения будут гармоничными, то есть у вас есть все перспективы быть в браке с этим мужчиной именно счастливой, обеспеченной и довольной жизнью. Еще один момент для тех, кто в паре или в браке. Возможно, мужчина собирается поехать на заработки, скажем, в другой город или в другую страну, и вы против. Вот здесь тоже, честно говоря, лучше согласиться, потому что здесь очень хорошие перспективы, именно если вы дадите свое согласие. Он будет приезжать, но здесь вы будете и обеспечены, и довольны. То есть вам и внимания его тоже хватит. Всего вам будет достаточно, потому что у мужчины действительно есть и чувства к вам, и планы серьезные, и он действительно готов вкладываться в вас, в ваши отношения. Поэтому стоит. Ну и итог. Теперь мне, конечно, хочется подвести, какие же мысли мучают вашего мужчину больше всего. Мучает его то, что нет никаких действий, никакой инициативы с вашей стороны. Это один момент для некоторых. А для других сама сильная мысль, которая его мучает, это согласие либо на переезд, либо на совместную поездку, либо на начало совместного бизнеса. То есть ждет он от вас какого-то действия, или решения, или разрешения, или согласия. Вот это та мысль, которая мучает его больше всего сейчас. Но я считаю, что стоит ему действительно дать то, чего он хочет, то, чего он ждет, потому что перспективы прекрасны. То есть он действительно готов вкладываться, готов много для вас делать. Поэтому стоит. На этом, девочки, перехожу, как всегда, по традиции карте исполнения желаний. Так, смотрим. Естественно, желание нужно загадывать правильно. Внизу под этим видео в описании есть ссылочка на мою группу ВКонтакте Зеркало Судьбы. Там я разместила правила загадывания желаний. А также там еще есть комплименты мужчинам на все случаи жизни. Сегодня я там разместила карту дня. На сегодняшний день. Вообще на тот день, который вы откроете. То есть это карта дня именно на тот день, который вы открываете. И еще там есть рецепты вкусных блюд, которыми вы можете побаловать себя и своих мужчин. Итак, счастливая карта для всех, кто подписался или уже подписан на мой канал. И поставили лайк под этим видео. И это старший аркан. В этой колоде называется алхимик. Вообще это старший аркан маг. И старший аркан маг говорит, что ваше желание исполнится или воплотится в жизнь просто волшебным образом. Все у вас получится. Но при этом, конечно же, нужно проявление инициативы. То есть определенные действия, стороны исполнения вашего желания. Дело в том, что, смотрите, ну, к примеру, человек захотел приобрести автомобиль Ауди. И вот он думает о том, что он хочет, хочет приобрести этот автомобиль. И ему на улице начинает все чаще и чаще попадаться автомобиль Ауди. И в итоге у него начинает складываться впечатление, что кругом только Ауди. Это как раз таки о том, о вашем желании. То, что когда вы начинаете думать, то есть именно во Вселенную посылаете запросы такие, да, о вашем желании, то Вселенная начинает, то есть ситуации начинают под вас подстраиваться. Вселенная начинает вам отвечать. Поэтому, если вы просто сидите, скажем, и постоянно повторяете, что ваше желание исполнено, от этого результата не будет. Но вы же сделайте какие-то действия. Пойдите, узнаете что-то. Получите, то есть соберите какую-то информацию. То есть начните делать хотя бы какие-то действия. В сторону исполнения вашего желания. И потом сами удивитесь, как ваше желание исполнится самым наилучшим для вас образом. Не просто наилучшим, а по старшему Аркану Маг, волшебным для вас образом. И в тот момент, когда вы вообще даже не будете этого ожидать. По старшему Аркану Маг, желание исполнится очень быстро. На этом, дорогие мои девочки, желаю вам, конечно же, счастья, радости, удачи. Всего-всего вам самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч, новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok